Александр Зюмф, я senior AWS solution architect. Сегодня поговорим о EKS и как управлять EKS, то есть Manage Kubernetes Service с помощью утилиты EKS CTL. То есть это CLI утилита, которая позволяет упростить операции управления, provisioning. Да, утилита, которая позволяет provisioning кластера и управлять ими. И сегодня мы об этом будем говорить очень подробно. Вот сегодняшняя agenda. Вспомним базовые вещи архитектуры Kubernetes Contra Plane и Data Plane и различные части. Поговорим, зачем нам нужны EKS CTL, базовый функционал, что-то о том, о чем нужно не забывать, и как сделать подготовку к production, настройка с использованием EKS CTL. Ну и различный функционал посмотрим в конце. Маленький такой вопрос, что происходит, когда создается новый CS Cluster. Ну то есть мы, собственно, provisioning сам Control Plane, после этого запускается provisioning Worker Node, то есть сами ресурсы, на которых это будет все запускаться. После этого запускаются аддоны, такие как запуск CNI плагинов, как Demon Set или Cluster Autoskiller и так далее. Все, что нужно для вашей работы. Ну а в конце уже мы запускаем наши workload и все это замечательно работает. И немножко напомним все-таки такое отличие, да, там именно EKS по сравнению с обычным Kubernetes, да, в чем разница именно сервисности этого решения. Разница в том, что мы управляем Control Plane. Нормально было, не слышно. Тут что-то никто не заметил, по-моему, даже. С правой части и это то, что называется Control Plane, то есть это и TCD и мастер ноды, VPC, которые в автоскейлинге работают, чтобы выдержать возрастающие нагрузки. И это живет в Amazon VPC, то есть это не в кастомерской VPC, это в амазоновской VPC, которую мы менеджем для того, чтобы это все было на нашей стороне именно вот мастер части Control Plane. И после этого мы имеем набор ENA, это Elastic Network Interface, по сути такой сетевой интерфейс, через который мы можем дойти до вашей VPC. То есть из нашей VPC к вашей, да, то есть это тоже такой Security Border Gate. Здесь канал передачи зашифрован для того, чтобы посылать API вызовы для управления нодами, ну и так далее. При этом из вашей VPC, чтобы взаимодействовать с Control Plane, да, то есть, по сути, когда вы запускаете команда Cube CTL, то есть это Cube API, вы идете на специально созданный API Endpoint, который, в одном случае, представленный это к Cloud Balancer, а он уже routed traffic, собственно, к мастер ATC нодам, зависит от того, что вы вызываете. Ну, то есть вот так выглядит вот эта архитектура, она разделена и, да, через специальные механизмы мы можем сделать это более безопасно, но при этом разделено. Что мы, как Amazon, да, это Control Plane, за что отвечаете вы, как клиенты, это Data Plane, нарисованный слева, то есть сами worker ноды. И сегодня хотел сделать такое небольшое превью. Сегодня все мои демо я буду показывать в Cloud9 Environment. Cloud9 — это такой сервис, который, по сути, представляет собой браузер IDE. Там код форматирования, можно создавать терминалы, все запускать. Почему это хорошо и удобно? Потому что для таких демо мы независимы, оно все работает в облако на ваших ресурсах, под ним лежит еситушка, да, по сути говоря. Но это все удобно управляется из браузерного интерфейса, поэтому имейте функционал, необходимый для разработки. Давайте буквально покажу, как это выглядит. Вот так это выглядит, вот так представлены IDE, консоль, какой-то терминал, здесь мы будем запускать команды, можем видеть на примере какого-то YAML файла его разметку и то, как с этим работать. Здесь важный аспект — его правильно настроить. И здесь, в данном случае, важно отключить вот эту галочку в разделе AWS Settings — Credential, чтобы Managed Temporary Credential было выключено. Почему это важно? Потому что, когда мы будем настраивать наше и запускать создание кластеров, нам нужно, чтобы в EKS RBAC прописался правильный, по сути, принцип, да, или роль, из-под которого это будет все делаться, а не Temporary Credential. Иначе Temporary означает, что Cloud9 периодически дергает STS, запрашивает временные креды, и они сохраняются. Если мы базируемся на них, то в итоге в EKS RBAC пропишется что-то, то, что уже через некоторое время будет недоступным. Двигаемся дальше. Давайте сначала поговорим в первом разделе, а зачем нам нужны к СТЛ, зачем нам нужна эта утилита. Прежде всего фокус будет на проблем по управлению, операционные, да, вот эти вещи. То есть это процедура апгрейда, которая без этой утилиты, она тоже возможна же, конечно же, да, но занимает просто довольно большое количество шагов, которые нужно выполнить вручную. Второе, это возможность настройки через декларативный подход с использованием, Cluster Config это просто пример имени, но, по сути, использованием YAML файла, в которых мы можем настраивать и VPC, и Networking, и наши Node-группы, и какие-то делать production конфигурации, связанные с безопасностью, security и так далее. Настраивать AM на уровне подов, это, например, сервис roles для Worker Node, из-под которых они запускаются для того, чтобы иметь доступ к каким-то сервисам, например, к ECR, чтобы можно было пойти скачать Docker Image, да, ну и, в принципе, AMR bug, об этом будем говорить сегодня более подробно. Третье, тоже такое, четвертое, основное, это создание управления Worker Node различных типов, да. Эти типы, они, как бы, я их разделил по таким основным категориям, да, то есть это Spot Instance, это, можно сказать, под часть EC2 обычных инстанций, с которыми мы привыкли работать, но они работают по методологии недоиспользуемых ресурсов, поэтому на них гораздо меньшая цена, но у них есть нюанс, что Spot Instance может быть с нотификацией в 2-3 минуты, у вас его могут забрать, да, если ваши workload на это рассчитаны, вы можете их использовать. EC2, как я уже сказал, это привычные нам ноды, с которыми мы работаем, и Manage Node. Manage Node — это новый тип, он не так давно появился, может, там, 3-5 месяцев, мне кажется, и его основная задача, что это те же самые ноды в EC2 на базе AutoScaling Group, но которыми управляется из Control Plane, то есть через EKS ETL API. Это такой следующий шаг с точки зрения управляемости на уровне Contra Plane инфраструктуры, будем говорить. И последний тип — это Fargate, это эластичный пул ресурсов, на следующих слайдах поговорим более детально. То есть и все это, все эти четыре типа можно создавать, управлять, добавлять, удалять и использованием EKS ETL через конфигурацию. И сегодня я хотел сказать, что именно сегодня я сделаю фокус именно в этой утилите не на параметры командной строки, а именно на декларативный подход через YAML, потому что, мне кажется, это очень удобно и позволяет вам управлять и версионировать ваши изменения в ваших environment и реплицировать их после этого. Давайте теперь поговорим об основных таких common-функционалях, которые присутствуют в EKS ETL. Прежде всего, мы всегда работаем в каком-то регионе, и мы его указываем, это все очень банально. Теги, не перестаем об этом говорить, но они очень важны, нужно не забывать их проставлять, потому что это позволяет вам правильно распределять ресурсы с точки зрения биллинга. Ну и, в принципе, в любых cost location, или поиске ресурсов, или, например, патч-менеджменте, все это можно делать через теги, поэтому, если вы проставили, это вам будет впоследствии гораздо более удобно. И сегодня мы используем infrastructure.js код для конфигурации, и вот просто первая из команд EKS ETL, create cluster, и указываем наш YAML конфигурацию. Собственно, вот эта минимальная команда, где мы используем KSC ETL для создания KSC кластера с использованием конфигурации. Мы этот файл еще подробнее посмотрим, сейчас пока просто не останавливаюсь на этом. И давайте еще поговорим об аспектах, которые можно дополнительно настраивать. Если вам не нужен kubconfig файл после того, как вы его создали, например, с точки зрения безопасности, вы создаете его на окружении, которое, например, имеет доступ больше людей, чем нужно, и которые не должны иметь доступ к production cluster, но у них есть роль по созданию провизженгу ресурсов, можно создать и не записывать этот файл, а там не будет секретов для доступа к EKS ETL. Вот с помощью такой параметра командной строки. Если он опять вам нужен, или вы его потеряли, или он почему-то сломался, если вы его вручную редактировали, есть два способа, как можно заново создать этот kubconfig для EKS ETL. С использованием утилита EKS ETL, утил срайд kubconfig и указывать имя кластера. Или, если совсем все плохо, что даже EKS ETL не находит кластер, но он точно где-то есть, то это можно сделать через утилиту Amazon EKS через CLI, указав регион и кластер name, и тогда он создаст этот конфиг, базируясь на информации через API, которая у него доступна. Но два таких способа, которым можно создать конфиг. И, например, мы не хотим создавать ноут-группы или решили разделить это на два этапа. Сначала сделать инфраструктуру, сетевую и так далее, и сделать контр-плей на ноут-группы позже, когда можно просто указать такой параметр result-ноут-группы и создать их чуть попозже. Если это позже наступило, то берем и добавляем ноут-группы. Для этого есть специальная команда EKS ETL create no-group. И, как мы видим, все тоже будет браться из конфигурации. И здесь плюсом вот эта команда, она умеет, по сути, делать include-exclude. То есть вы можете описать все ваши ноут-группы, так может быть, 100 штук по разным файлам или в одном файле, и она умеет отслеживать, что уже создано по имени вот этих ноут-групп. Или вы, например, хотите добавить только одну из трех новых, то вы можете добавить опцию include и по имени указать только то, что нужно сделать. И также можно делать exclude, в том числе, как я уже сказал. Здесь все очень гибко, то есть все можно держать в одной конфигурации, но гибко этим управлять с точки зрения добавления и удаления ресурсов. На что еще хотелось обратить внимание в нашей первой части доклада, это про VPC-сайдер. По умолчанию, если ничего не указывать, просто посетить утилиту EKSCTL, Create Cluster, она создает VPC-сайдер в 62.8.0.0.16. Почему это плохо и почему это нужно менять на что-то свое? Потому что если вы создаете два таких кластера по умолчанию, то так как мы знаем, в принципе, в Амазоне, если вы хотите связать 2 VPC, 2 ипотети, которые созданы в рамках них, то оверлапинг сайдеров невозможен. То есть это просто не получится, даже VPC-пиринг между ними настроен. Поэтому планирование сетевой инфраструктуры с точки зрения, какие сегменты мы используем и как, это очень важно. И поэтому очень хотелось бы отдельно обратить на это внимание, что при создании кластеров всегда указывайте сайдер, которые вы будете создавать. В данном случае мы говорим о примере создания VPC с нуля через, опять же, кс.тл, то есть из два момента. Вы говорите, что вы создаете кс-кластер в новый VPC с такими-то подсетями, private, public и так далее. Или вы можете использовать existing VPC, то есть у вас уже все настроено, вы просто хотите кс-кластер встроить туда. А вот подключение к уже текущей инфраструктуре мы поговорим чуть позже сегодня в рамках доклада. А вот как создать кастом сайдера мы видим на примере. Вот это вот такая конфигурация. И у вас будет сайдер нужного вам сегмента. И давайте я, чтобы не тратить время во время доклада, не стал демонстрировать, как мы создаем кластер, потому что это очень простая команда, как мы видели. Да, там 4 по сути токена, но создаваться это будет примерно минут 20, 13 минут где-то на control plane, потом еще 3-5 минут на worker ноды и там на включение конфигурации и так далее. Поэтому давайте просто посмотрим, я это подготовил заранее, и мы посмотрим наш кластер, что было в Ямле и что в итоге мы увидим в консоли AWS. Сейчас, секундочку. Так, вот. Мы перешли. Вот наш EKS-CPL Basic YAML файл, который я использую для создания кластера. Здесь мы видим, что у него тип cluster-config и дальше metadata. То есть name – это имя нашего кластера, регион, в котором мы его создаем, версию. Я выбрал 1.15, чтобы показать, как можем это апгрейдить. По умолчанию, если мы не указываем, он будет использовать latest. На текущий момент это 1.16. И назначаем теги на уровне всего кластера, которые будут применены не только к самому и к SCTL ресурсам, но и к ноут-группам, созданным в рамках него. Что еще здесь хотелось бы отметить? Настройки CloudWatch логирования – это именно логирование CloudWatch Control Plane. То есть это не ваши поды и данные изнутри пода. Это именно то, что льется из Control Plane, то есть Master Node. И здесь можно выбирать, или все. Нет, ну, там только API, Audit, Auth, Scheduler и так далее. Выбирайте, что вам нужно. И вот как раз пример, как VPC Sider, который я использовал. 10.21.0.16. Что здесь еще интересного? Да, он создает над-гитвей. По умолчанию это сингл. Есть опции не создавать над-гитвей, если, например, созданный был свой до этого. Или мы хотим highly available, тогда он создал просто два инстанса, сделать его более highly available. И чуть подробнее остановимся на двух примерах. Node.Group, которые тоже были созданы с ддвым имя, тип instance, desire, capacity, min, mic, size. Это параметры, которые пришли к нам из автоскейлинг групп. То есть Node.Groupы создаются в EKS CTL и в EKS с помощью автоскейлинг группы. Такое автоскейлинг группы – это такое логическое объединение ресурсов EC2, которые управляются и базируются в каком-то образе, да, и у них общая конфигурация по скейлингу. То есть это вот про вот это. Параметр private networking отвечает за то, что в какую подсеть будут эти ресурсы созданы, да, данные EC2. Private означает в private подсеть, это значит доступ только через Node.Gitway или вообще без Node.Gitway, если мы так настроим. Public означает, что там будет это networking, который будет выбран, будет иметь route до IGV, это значит, что им будет доступ из интернета. Из полезного можно заверадить instance name, чтобы в консоли это красиво выглядело сегодня. Посмотрим. И вот здесь я хотел еще добавить, что возможности создания полисей, IMPolicy на уровень инстансов можно через predefined параметры, такие как на экране, то есть это поддержка EBS и EFS, например, подключение дисков разного рода, возможность создания ILB, ингро из этих нод, интеграция с CloudWatch, AppMesh и так далее. Это то, что встроено, и вы этим можете управлять, это я просто показал на примере, здесь они все включены, чтобы был полный список. И можно оттачить свои касты. Окей. И здесь хотелось бы показать еще кастомные политики, ну, полиси, да, которые мы можем добавить. Вот в данном случае я здесь добавил полиси для container insights. Container insights – это возможность собирания телеметрии, системных кодов и мастер нод, чтобы мы могли это отображать. Сейчас посмотрим как раз в консоли. И вот так это делается. Так, теперь давайте вернемся и посмотрим, как это выглядит в EFS консоли. Вот создан наш кластер, детали, его ARN. В компьютере ничего. Мы сегодня будем создавать это вот node-группа и Fargate профили. Сеть, как мы видим, вот это VPC, которая была создана, и набор по сети, публичные, приватные, security-группы. Это все было создано с помощью EKS.tl. Endpoint public – это по умолчанию. Сегодня тоже посмотрим, как это можно менять. И вот здесь видно, и можно также из консоли управлять, но мы сегодня этого не будем делать, все только через конфигурацию. Это как раз вот те способы логирования, которые есть для CloudWatch с Control Plain. И давайте посмотрим. Вот те два тега, что я сегодня создавал, они здесь как раз присутствуют. Что еще? Посмотрим, как это выглядит сами AC2 Instance. Давайте посмотрим. Нет. Вот, например, одна из пример, именованный Prive, это Private, значит, которое я создавал. и здесь, в принципе, все стандартно. Он создал теги в нужную подсеть. Вот видим, она приватная подсеть, да, вот Private тоже вот здесь свои в имени. Добавил их в необходимые security группы от EKS и так далее. Ну, это как просто, что вот так вот выглядит это все. И давайте посмотрим совсем немножечко еще Container Insights. Это вот эта механика, когда мы становим CloudWatch агент, и он он нам выдает вот такие красивые дэшборды в CloudWatch консоли в разделе Container Insights Performance Monitoring. Здесь мы можем выбрать наши кластера и посмотреть наши namespace, загрузку нодов, какие есть сервисы и так далее. То есть, по сути, для меня это заменяет в некотором роде, ну, как бы из коробки это работает, это можно настроить буквально одной командой. Вот. Такой, как раньше было в Кубернете можно было сделать такой дэшборд по загрузке нашего кластера. То есть, можно сделать это таким образом. или другие ресурсы тоже подходят. И давайте посмотрим последнее, что тоже, что было наглядно. Это именно CloudWatch логи Control Plane в данном случае. То есть, мы перешли вот в логгруппе EKS-CTL название кластера, и это кластер логи, да, вот название. Здесь мы видим Cube Controller, Cube Scheduled Атентификатор, и можно нажать и посмотреть логи по конкретному из этих сервисов. То есть, вот это мы все настроили заранее, вот так вот это все выглядит в единой экосистеме, в одной консоли, да, и все это мы настроили через конфигурацию. Собственно, то есть, у нас, по сути, есть полноценный кластер с нужными ресурсами, и у нас есть все необходимые инструментарии по управлению. Давайте двигаться дальше. Теперь поговорим о следующем аспекте, это ноутгруппы, да, это, наверное, самое важное, то, с чем мы работаем в EKS, и то, что находится, будем обсуждать, и в вашей зоне ответственности, ну, и где-то это можно немножко делегировать в Amazon. Прежде всего, хотелось бы, да, повторить, что они основаны на автоскейлинг-группах, логической группе ресурсов, и они иммьютабл, то есть, что значит в данном контексте иммьютабл, это значит, что если у вас вы создали ноутгруппу и выбрали тип инстенса EC2 T3 small, то пойти просто сделать изменения на T3 large не получится. Для этого нужно, по сути, на уровне автоскейлинг-группы ей пересоздать ресурсы размера T3 large или там M5 large и так далее. Вот, вот, что означает иммьютабл, то есть, можно менять только количество нот, да, одной и той же ноутгруппы или автоскейлинг-группы, так как она представлена с точки зрения ресурсов Amazon. Но все остальные изменения, там, тип апгрейдами Linux или Ubuntu или типы ресурсов, это нужно делать через создание. И это важный аспект, будем держать его в голове, потому что это будет влиять на то, как мы будем апгрейдить кластер. Да, и создаем, удаляем старую, хотелось бы поднять такой важный аспект, что кажется, что это опасно, на самом деле нет, потому что то, как это делает EKS, CTL, да, оно делает через draining нот и cordoning нот, то есть, ваши ресурсы никак не аффектят, то есть, будут добавлены новые, трафик перенаправлен, только после этого будут удалены старые нот-группы, которые вам больше уже не нужны. и все это можно делать через кластер конфиг, как я уже сегодня показывал и еще сегодня покажу на примере различных нот-групп. И давайте остановимся теперь вот на этих видах, то есть, регуру EC2, еще раз, да, вспомните, обычные ноты, с которыми вы, наверное, работаете и так привыкли работать, это такой подраздел EC2, который по более сниженной цене за счет того, что это недоиспользованный ресурс Amazon в глобальном масштабе и у которых приходит Spot Interruption, менедженот-группы, это там, где мы по сути созданием этих автоскейлинг-групп, их самое главное это апгрейдом, мы, можно делать это через Control Plane API, и это основное преимущество, что меньше операции по изменению, да, в данном случае, то есть с точки зрения патч-менеджмента и апгрейда аммишек, аммишек это Amazon Machine Image с точки зрения тот имидж, то есть, например, Rookbunt конкретной версии или Амми Linux 2, который мы используем для наших инстансов, и Fargate, и все это можно миксовать, то есть можно все четыре типа использовать в рамках одного кластера и перенаправить ресурсы из одного на другой, ну и также, конечно, можно добавлять теги и все это скелить, и давайте теперь я запущу и создать, потом у нас будет небольшой перерыв на QnDay, пока они создаются, успеем о чем-то поговорить. Так, сейчас. Идем в нашу консоль и сейчас будем создавать как раз набор инстансов. сначала создадим споты. Они начали создаваться. Потом закралась. Второй это будет менедж ноут группы. Все понятно. не в той директории. Допустим еще раз. Худше. И третье это Fargate. Для этого, чтобы заработал Fargate, нужно создать профиль. Расскажу сейчас чуть подробнее после нашей QnDay сессии, что это означает, для чего это нужно. Окей. Процесс начался и пока все это создается, давайте сделаем небольшой перерыв на QnDay и обсудим, какие вопросы может накопились на текущий момент, пока это все создается. Да. Спасибо. Надеюсь, это все успешно создастся и мы сумеем посмотреть, что получится. У нас на самом деле есть вопрос от тех, кто нас смотрит. Давай, я тебе его зачитаю. То есть, смотри, вот если в нотгрупп будет статфул сет, то как в таком случае поведет себя нотгрупп при удалении? Видимо, люди беспокоятся о данных. интересный вопрос. Имеется в виду, какой именно аспект волнует? Потому что в статфул сете там есть PVC-клеймы, есть сами инстанции и так далее. и так как сначала это в принципе вопрос, что произойдет с PVC-клеймами и как себя поведет реакция при удалении нотгрупп, отвяжет она их или не отвяжет или пересоздаст? То есть, в этом? Ну, давай разные аспекты рассмотрим. Я думаю, это будет интересно. Ну, давайте честно скажу, прямо во всех аспектах, то есть, ответить на все вопросы по статфул сетам прямо сейчас, наверное, не успею, не скажу. Из того, что, как это работает в принципе, если мы говорим, что у нас есть создается ноутгруппа, это автоскейлинг группы, да, по сути, когда мы поднимаем ноутгруппу и инстансы и мы создаем PVC-клеймы, то есть, и BC-диски, привязываем их там по эволабилити зонам к нужному инстансу и это все трекается, то при удалении что произойдет? Сначала сначала будет запрос на eviction подов, да, то есть, это draining и cardoning, то есть, не будет нового трафика на эти ноды, и поды будут, ну, по сути, они отработают трафик и будут происходить eviction, то есть, они оттуда уйдут с этих нод, и ноды удалятся. сами ebc-диски, вот, которые базируются на PVC-клеймах, они никуда не деваются, потому что это какой, это ресурс, типа, attach, да, то есть, они существуют отдельно от инстанса, и, если не стоит опция, там, при удалении инстанса удалять, там, сразу все PVC-клеймы, ну, я вот в кубернете, когда такое делал, они остаются, то есть, надо специально запросить удаление ресурса PVC-клейм, чтобы удалился диск, то есть, отвечая на этот вопрос, то есть, для Node Group будет происходить удаление самовых, по сути, компьютересурсов, да, а диски, они задетачатся и будут жить рядом, если вы потом поднимете, вы можете заново переаттачить эти диски, то есть, я, ну, как я себе это вижу, и, как бы, когда я это последний раз тестировал, это вот так работало. Ну, я думаю, мы можем в дискуссионной зоне, там, или в конце обсудить это подробнее, там, а пока в чате обсудить какую-то специфику этого вопроса. Сейчас, мне кажется, у Андрея есть тоже вопрос. Да, у меня есть следующий вопрос по поводу как раз самой утилиты EKS-CTL, а чем она лучше или хуже остальных тулов, которые есть на рынке, то есть, Qubus ETL или AWS, CLI, CDK тот же, или CloudFormation, вот в сравнении этих вещей. Угу. Да, здесь такой интересный момент, что, по сути, EKS-CTL, вот если сравним, то есть, кубус ETL это про Kubernetes, это, по сути, консоль, которая идет и управляет через Kubernetes API, здесь они, по сути, ортогональны, то есть, EKS-CTL не заменяет кубус ETL, то есть, нельзя деплоить поды через EKS-CTL, да, EKS-CTL в данном случае это про visioning ресурсов и управление, да, кубус ETL это про создание ресурсов внутри готового кластера, да, и какие-то там еще конфигурационные вещи, то есть, здесь они остаются и продолжают жить параллельно, то есть, кубус ETL нам все равно нужен, EKS-CTL остается для вот такой infrastructure management, и вот теперь, если в этом аспекте сравнить EKS-CTL с CDK или с CloudFormation, то интересный момент заключается в том, что EKS-CTL на самом деле под низом он генерит CloudFormation, то есть, когда мы подаем команду на создание ресурса, ну, на создание Create Cluster или NodeGroup, то по сути генерится CloudFormation скрипт, да, его даже можно посмотреть в CloudFormation консоли и увидеть эти стеки, то есть, и это используется именно, почему именно, кстати, CloudFormation, потому что это тоже декларативное описание, которое позволяет из коробки делать вам, по сути, такие чекпоинты и роллбэки в случае каких-то ошибок, и это хорошо, да, то есть, это проверенный механизм, он работает и на нем базируется, ну, с точки зрения, как мы управляем инфраструктурой и гарантируем ее работоспособность, да, многие сервисы в AWS, и поэтому, то есть, чтобы не изобретать велосипед, EKSCTL, то есть, она тоже пошла этим путем. И здесь, поэтому это немножко тоже похоже на CDK, потому что CDK на выходе это тоже программный способ генерации CloudFormation, то есть, на выходе CDK тоже будет CloudFormation, который вы можете применять. То есть, здесь, по сути, мы говорим, это генераторы CloudFormation, EKSCTL и CDK, и если на вопрос, например, лучше EKSCTL или CDK, ну, я даже могу сказать, что мы тут в одном из проектов внутренних использовали CDK для создания кластера, ну, так, нам больше понравилось, но, и именно это скорее про provisioning, да, то есть, опять же, про provisioning, но при этом тот аспект, например, апгрейда кластеров так удобно, как в EKSCTL мы не сделаем ничем, да, и вот именно этот аспект operational работы с кластером, он, здесь EKSCTL, она для этого и была создана, скажем так. Я понял, все сводится к CloudFormation, спасибо. Да, среди этих tools, да, можно и Terraform, он тут, пожалуйста, кому что нравится, здесь как бы ограничений никаких, но я бы здесь, скорее говорю, опять же повторил, что EKSCTL, в данном случае, она, ее основное, это вот именно операционализационные вещи, связанные с EKS, то есть, это апгрейд, создание, изменение, там, даже создание тех же сервис ролей и всего остального, это может быть действительно удобнее за счет того, что это встроено в нее, не придется придумывать что-то свое. Да, спасибо. Александр, смотри, вот ситуация с кубернистом сейчас чем-то напоминает, так неуловимо, ситуацию с JavaE там больше 10 лет назад, то есть, когда были, был стандарт и были разные имплементации WebSphere, WebLogic, JBoss, там, можно, кажется, продолжать до бесконечности, вот, а сейчас, получается, есть вот крупные облака, тот же Google, AWS, Azure, немного Яндекс, Mail, и эти облака тоже как-то по-своему делают менеджер-тулы, и вот у меня вопрос, если кажется, что кубернетис движется в сторону интерпрайза, большого интерпрайза, то почему до сих пор нету какого-то единого средства для управления разными облачными инфраструктурами, чтобы можно было кубернетис одновременно создавать и там, и там? Интересный вопрос, здесь, скажем так, из того, с чем я встречался, мне кажется, есть примеры, например, мне кажется, тот же Ранчер, он вроде умеет создавать кастера и там, и там, если мне память не изменяет, вроде такое возможно, то есть есть набор туллов, которые, ну, наверное, они как бы, базируясь на DPI-провайдеров, делают свой раппер, вопрос, почему, как мне кажется, разные имплементации, ну, здесь это, скорее всего, идет, как сказать, если мы возьмем разные облака и посмотрим на функционал, ну, просто есть, и если попытка сделать единый API для всех, который будет работать, то это такое, мы делаем такое минимальное ядро, которое работает везде, и такой функционал, например, который присутствует в AWS, придется все равно как-то дополнительной его дотягивает, потому что, ну, не все те же, то, как реализованные сервисы, с которыми JS, они не такие же в Google или в Azure, и за счет этого или мы делаем такое центральное ядро, которое работает везде, но все равно над ним будем делать дополнительную обвязку, там, например, интеграция с KMS, или там с IAM, там, это же везде своя, и без этого все равно никуда, потому что мы должны вклеиться в инфраструктуру, там, сетевую, как это, аутентификация, авторизация, которая присутствует в каждом облаке, и здесь, ну, это просто не инженерализовать, мне кажется, то есть это скорее вот связано с этим, как мне видится. Понятно, то есть большие облака, они хотят вкладывать в какой-то единый стандарт, и у каждого есть свое решение, по факту. Я бы не сказал так, я бы не сказал так, тут просто вопрос, что есть сервисы, которые, ну, не все, не все облака, у них, как бы, нету абсолютного паритета по всем сервисам, да, и даже реализация по-разному, и здесь тогда вопрос, если даже они сделают этот Common API, то все равно, опять же, это будет Common Denominator, он будет меньше, чем где-то там провайдер, если брать тот же, например, Amazon. То есть мне кажется, это не нежелание, а вот, ну, есть ли такая потребность, и насколько это будет эффективно, то есть, сложно сказать. Мне кажется, это такой холиварный вопрос. я согласен. Да, можно потом поговорить, если будет интересно. Андрей? Да, Александр, у нас есть еще время на один вопрос из зала. Да, мне кажется, как раз. А вопрос следующий. Есть ли возможность репрактировать или создать свой Bootstrap скрипт, который будет выполняться при создании нод? Bootstrap, который запускается на каждой ноде, имеется в виду, да? Я думаю, что да. Да, я, кстати, сегодня, у меня, по-моему, этого нету в примерах, но это точно возможно. То есть, там можно в продвинутой конфигурации Node Group указать, как раз там команда называется Prebootstrap скрипт, по-моему, она так и называется, и там можно передать набор команд, которые будут принецеледованы, и это все будет тоже часть конфигурации, это можно посмотреть. Я могу потом на отдельной киней-сессии просто показать конкретный я, мол, тыкнусь, там прямо есть пример. Ну, да, давай так и сделаем. Когда продолжаем? Да, давайте продолжаем. Супер. Так, здесь, на самом деле, наверное, создалось, ну, давайте пока, прежде чем мы еще успеем посмотреть, что там у нас создавалось, поговорим в больших деталях именно каждый из этих типов Node Group, да, и в чем они отличаются. На данном слайде мы говорим, сравниваем Manage Node Group с обычными, да, то есть обычными, базирующими на EC2, да, и какие функционалы на текущий момент поддержатся и не поддерживаются. Ну, здесь, например, что теги на уровне EKS не пропагетятся на уровень ресурсов автоскингруппы Node, это для Manage Node Group, да, instance profile.rn это instance профиль, то есть роль, которая применяется на Node, из AMI, то есть из тех различного спектра там операционных систем поддерживается на данный момент только AMI Linux 2, ну, то есть можно еще в Ubuntu, например, и так далее, но в данном с точки зрения Manage Node Group это только AMI Linux 2, instance distribution, это там для спотов, volume size, это единственное, что можно указать с точки зрения конфигурации volume, потому что в обычных instance-ах там можно указать гораздо больше всего, и, ну, наверное, для меня самое важное, как бы, ну, аспект, который нужно обратить внимание, это, ну, вот, как бы, да, во-первых, невозможно повлиять на bootstrap процесс, он очень ограничен, и вот, например, такие филды, как kublect extra config и prebootstrap commands, как раз вот, это та самая команда, да, которую вот сейчас спрашивали, да, prebootstrap, ее невозможно сейчас это применить на уровне managed node group. А почему важен kublect extra config? Потому что с точки зрения такого, скажем, production hardening, там, во-первых, можно указывать различные, кастомизировать DNS сервера, если это нужно, а во-вторых, системные параметры и аллокацию ресурсов под системные поды. Я сегодня еще покажу об этом, но мне кажется, это очень важно при подготовке к production. И, может быть, для кого-то это не так критично, потому что это скорее влияет на очень высоконагруженные сервисы, но стоит обратить на это внимание, по крайней мере. Ну и полный список, вот есть ссылка, презентацию за шарем, можно будет посмотреть, там, этот функционал меняется, и мы обязательно будем добавлять, чтобы был паритет, ну это как бы, скажем так, со временем и поэтапно, а сейчас нужно делать выбор, что вам больше подходит. Проговорим про споты. У спотов, скажем так, есть набор основных параметров, которые важны. Это количество нод, которые будут, ну то есть он делает такой баланс, микс между демант инстансами и спотовыми. Можно делать так, что, допустим, 20 или 30 процентов будет он демант, а все остальное споты, или сделать, например, в данном случае ноль на деманде и все будет только на спотах запускаться. То есть, если ваши ворклоды к этому готовы, можно все запускать на спотах, то вот, например, вот такой конфигурации это можно сделать. Spot allocation strategy, это по какому критерию мы выбираем, это ли lowest price или capacity optimized, по умолчанию это lowest price, и max price, можно задать цену, который вы хотите заплатить за тот спот инстанс, исходя из этого он будет просто подбирать инстансы из того спектра, что вы выбрали, чтобы, ну, подходящий под этот критерий, да, то есть, как раз базируясь на инстанс-тайпах. Про споты, опять же, это такой подраздел, можно сказать, обычных конситушных инстансов, да, то есть, regular, то, что называлось, и это возможность так, замиксовать ворклоуды, понизить их стоимость, но при этом не терять в производительности доступности, да, если ваши ворклоуды особенно stateless, и за период, вот, когда вы получаете нафигацию, то есть, 2-3 минуты, вы можете отреагировать и, ну, по сути, переключиться трафик на новые, на новые инстансы, которые поднимаются и поды перескедлиться, если это, в это окно вы нормально помещаетесь вашими ворклоудами, то spotty это очень хороший вариант, который позволяет экономить и при этом делать очень, очень крутые вещи, вот, и здесь хотелось бы тоже обратить внимание, что в spotty всегда нужно указывать такой distributed set инстансов, да, то есть, там, t3 small, t3 a small, t3 medium, m5, там, и так далее, и чтобы у вас было распределение, потому что, такого, что закончили spotty всех типов в определенной АЗ не бывает, и поэтому, если даже у вас какой-то один забрать, у вас есть такой distribution, то какой-то другой точно останется, и это просто повышает вероятность, что вы сможете остаться на тех же spot-ах, то есть, экономить, но при этом ваши ресурсы будут восполнены довольно быстро. И еще один такой аспект, это AM политики для Node Group, здесь вот на примере справа показано, вот я сегодня уже показывал в Ямле, да, это вот Don Policy, это политик, который применяется на уровень всей ноды. Тут есть как бы плюсы и минусы, плюсы понятные, политика примененная работает и все классно, минусы заключаются в том, что иногда для подов не нужно столько пермиссий, потому что по умолчанию поды, которые запущены на этой ноде, они используют security-контекст ноды, и если вот вы тут все разрешили, а вашему поду не нужно ходить, например, в CloudWatch, или там создавать LBNGS, или еще что-то, Image Builder в данном случае это управление ICR, да, Container Registry. Если вы хотите это как-то очень ограничить, возможно, это просто не лучший вариант, это все define через дом полиси. Есть возможность, сегодня тоже поговорим, это настроить через специальный сервис сервис-аккаунт, M-rolling for сервис-аккаунт. Поэтому разрешать все, если это удобно, нужно, но нужно держать в голове, что поды тоже имеют те же самые пермиссии, что имеет нода, и поэтому этот аспект нужно учитывать. И хотелось бы, да, еще дополнить, что вы можете добавлять ваши кастомные полиси, вот как я сегодня добавлял для Container Insights, и здесь очень важный момент, что когда вы делаете вот attach-полиси IRN, и вашу кастомную полиси, по требованиям, можно сказать, вот этого спецификации ксцт, или этого конфиг-файла, обязательно нужно указывать дефолтные полиси, которые вот Amazon EKS Worker Node полиси, и CNI полиси, чтобы случайно не переписать их, потому что так механика, как это реализовано внутри утилиты, она требует, чтобы был полный список вот этих полиси. Ну, то есть, просто обратите внимание, это все описано в документации, что если это более эти свое, не забудьте добавить дефолтные, в том числе, вот эти две выделенные зелененькие. Идем дальше, теперь поговорим про Fargate. Здесь я остановлюсь, напомню, на всякий случай, может не все работали с Fargate. Что это такое? Это прежде всего такой пул ресурсов, где, то есть, они у вас есть, но при этом вы их не видите. То есть, все это делает Amazon. Вы их не видите, означает, что вы не создаете EC2 виртуальной машины, не управляете, не скейлите, ничего. То есть, ваша задача, вы просто говорите, что я создаю поды с такой-то политикой, столько-то запрашивают там, рема, цепу на уровне пода, там, софт, хард, и исходя из этих параметров, мы сами поднимаем ресурсы, вот исходя из того, сколько вы заскедлили таких кодов, поднимается необходимый набор виртуальных машин, которые достаточны, чтобы выдержать эту потребность, и они туда скедлили. То есть, это убирает с вас необходимость думать о серверах, да, и вы просто работаете с ресурсами. здесь важный аспект, что Fargate добавляет на каждый под дополнительные 256 мегабайт для кубернет-компонентов, просто учитывайте это при расчете, сколько в итоге, ну, то, скорее, сколько вы заплатите и сколько нужно выделить. Вот, да, они, поды на Fargate изолированы, то есть, они с другими подами, у них есть такой баундери, они ни kernel, ни cprm, ни in-i не делят, то есть, это здесь все секюрно. И, чтобы работать и скедлить поды на Fargate, нужно создать Fargate профиль. Fargate профиль, по сути, это такое описание, это указание роли, которая нужна, из-под которой будут запускаться поды на Fargate, потому что у нас больше нету вот нашей ноды за сайной роль, да, вот то, что я говорил на предыдущем слайде. И поэтому нужно знать, а с какими перемиссиями, каким сервисом, да, будет запущен под, чтобы он мог ходить к другим сервисам, и эту роль нужно указать для Fargate. И второй аспект это описание селекторов, да, то есть, это namespace, например, или namespace плюс лейблы, то по какому принципу будут выбираться ваши поды для того, чтобы скедлиться на Fargate. То есть, это очень удобно, то есть, вы определяете такое внешнее описание селективности ваших подов, например, я хочу все, что у меня в dev namespace автоматически запускать только на Fargate, потому что это быстро, эффективно, ну, то есть, потому что это эффективно, допустим, по цене, и такой он демант и по мере надобности. Вот, и вам не нужно менять структуру описания ваших подов или сервисов, они уже, если деплоится в dev namespace, то Fargate, как только вы создадите этот профиль, он создастся и туда это все подхватит. То есть, это удобно, именно такое внешнее, внешнее описание. Ну, да, в принципе, я уже, то есть, это execution role для доступа, например, в тот же container register и так далее, потому что по молчанию на Fargate там нету, ниоткуда ему взять эти роли и permissии, поэтому ему нужно принудительно указать. Указывается, также описывается подсети, в данный момент это только приватные подсети, ну, как я уже говорил, селектор, их может быть, то есть namespace или namespace плюс label, лейблы опциональны, суммарно их может быть на один профиль до пяти штук, ну, то есть, пять namespace, скажем так. Ну, если просто его создать по умолчанию, он берет из дефолтного cube system namespace, чтобы создать свой, нам нужно сделать отдельной командой и кастель create Fargate профиль, ну, в данном случае мы указываем сейчас параметры командной строки, но в примере, который я вот запускал перед тем, как у нас был QnA, там через конфиг мы сейчас это посмотрим. Ну, да, вот принц файл через конфигурацию, да, то есть, это как бы повторение того, что по дефолту делается, это дефолт namespace cube system ресурс, например, core DNS в данном случае тогда на Fargate задеплоится и в pdf это для деф-намеспейса, например. и здесь важный тоже момент, что, ну, если вы хотите Fargate профиль удалить, тут такой маленький аспект, что нужно добавить команду wait, потому что как бы команда асинхронная, если вы хотите быть точно уверены, что ресурс удалить, нужно wait, чтобы она в синхронном режиме дождалась, что он, правда, удален, его больше нет. Ну, давайте теперь как раз секундочку, вот их посмотрим, сейчас делаю чуть побольше, то есть, вот, да, это вот, ну, по сути, то, что было на экране, это то, как был наш Fargate профиль, все то же самое, то есть, мы описываем, можем указывать теги и namespace дев, на данном случае был у меня выбран, и здесь важный ответ, то есть, вот каждый из них, вот, то есть, name, это разные профили, да, то есть, это один, это второй, и можно еще дополнительное делать, то есть, он в этом подразделе можно описать все Fargate профили, исходя из нужных нам селекторов. Managed Node Group имеет отдельный такой, вот, категория Managed Node Group, и так просто скажу, что с точки зрения структуры сегодня я выбрал, что у меня, вот видите слева, то есть, много файликов, это все файлики YAML с разными конфигурациями, то есть, мы можем, по сути, так декомпозировать наше общее описание стеков в такие маленькие файлики, во-первых, это удобно показывать, во-вторых, возможно, так удобнее с этим работать, это зависит, как бы, от вас, вы можете это все объединить в один файл и работать в рамках него, и также это все эффективно делать, здесь нет никаких ограничений. Ну, да, здесь в принципе тоже для менедженотгрупп можно указывать и don-policy, как мы говорили, здесь volume-size, например, capacity, сколько их по количеству, и private networking, ну, в принципе, все стандартно, как и для обычных ноутгрупп, которые мы создавали по умолчанию. И, чтобы это все заработало в рамках отдельного файла, нам нужно указать, вот с точки зрения метадаты, чтобы он знал, в каком кластере мы это создаем, потому что мы не указываем кластер при в командной строке вот здесь, то есть мы просто создаем ноутгруппу и файл. И вот как раз исходя из имени и региона он и выбирает, находит кластер, куда это все будет применено. С точки зрения спотов, здесь это как бы ноутгруппы стандартный под ресурс, но здесь именно есть life cycle и instance distribution, по сути говоря, вот то, как это будет. То есть instance distribution это тот аспект, который говорит, что это будет спот и мы будем распределять наши инстенсы по on-demand, то есть обычно и спотам. И вот здесь у меня выбраны там из четырех типов, которые можно использовать. Окей. Посмотрели, инстенсы у нас создались, можем посмотрим их чуть позже, сейчас пока никуда они от нас не денутся. Двигаемся дальше, сейчас секундочку, пикаемся дальше. Теперь следующий раздел, важный аспект, о котором бы хотелось проговорить в рамках управления и кс-кластерами. То есть вот это как раз тот самый аспект, вот на этом слайде называется I'm Roast for Service Accounts. Это вот в том контексте пермиссии, которые мы назначаем на уровне нот, или мы хотим их гранулярно использовать на, то есть осаннить на конкретный под внутри нот-группы, то есть то, чтобы он не инхеритил это все с нот-группы, потому что это слишком много. Для этого вот есть механизм I'm Roast для сервис-аккаунтов, то есть это маппинг I'm Roast для сервис-аккаунтов Амазона на сервис-аккаунты это сущности ресурсы кубернете со стандартного. И мы просто делаем такой маппинг, да, что когда мы потом на под через селекторы или как-то еще осаним сервис-аккаунт ресурс кубернете, то в него туда прокинут I'm Role через I'm I'm, и когда под запускается, он через Assume Role эту роль будет потреблять и таким образом использует только те пермиссии, которые для этого конкретного пода вы сделали. То есть это гранулярное управление пермиссиями на уровне конкретного пода. Ну да, просто тут повторить, что по умолчанию это будет применено на все worker ноты. Вот можно сейчас открыть ссылочку сейчас посмотрим. Загрузится. Ну то есть вот то, как выглядит роль, да, например, вот мы создали ноты и указали в ту, там, лб и так далее. И вот эта роль, которая будет применена на ноут-группы, которую я задавал. И здесь вот мы видим, есть и кс на worker нот-полиси, стандартный, клауд-ботч для agent, это для контейнера и сайт, и вот и кс на полиси, тоже вот стандартный, который вот я показывал зелененькими стрелочками. А вот все остальные политики, это были созданы в рамках того, что я указал АМ политики в рамках описания ноут-групп, то есть это апмеш, ингресс, сертификат менеджер, поддержка EBS, EFS и так далее. Здесь можно каждую из них посмотреть, в принципе, да, то есть те необходим пермиссии, которые эта политика определяет. Опять же, я говорю, здесь мы видим, что вот в итоге это все получит наш конкретный под, который задеплойен на эту ноту, да, и вот поэтому этим и хочется управлять более гранулярно. И здесь, чтобы это включить, надо выполнить две команды. Первая это ассоциировать ODC провайдер через конфиг и потом аккаунты, да, здесь, и здесь что интересно, что вот эти сервис-аккаунты, они поддерживают те же самые include-exclude, как и node-группы, то есть очень flexible механизм по управлению, то есть если у вас очень много сервис-аккаунтов, там, тысячи подов, и каждому нужен свой аккаунт, это опять же можно сделать и просто держать в одном файле и по мере создания делать только, например, через include конкретный, который вам нужно и по мере того, как у вас конфигурация меняется. Да, и давайте посмотрим, как это выглядит в cluster-config. сейчас, секунду, перейдем вот сюда и вот эти команды, а вот как это выглядит в cluster-config, здесь хорошо всем видно, то есть опять же, это у меня в отдельном файле, мы пишем название кластера, регион и дальше, вот IME, который будет за это отвечать, with IDC true, это обязательно, это как раз то, что мы включаем вот этот механизм, то есть он базируется там на GVT токенах, и дальше сервис-аккаунты. Каждый из вот этих, скажем так, вот S3 reader или cache access, это разные сервис-аккаунты с именем S3 reader или cache access, то есть вы здесь можете их описать там сколько вам нужно, сколько угодно, назвать их соответствующим образом и ссылаться потом на них. И здесь как бы основной аспект это то, на что мы ссылаемся, в данном случае, например, для S3 reader мы создаем, мы ссылаемся на политику S3 reader on access, а для, например, cache мы идем или читать властик, например. Ну и дальше это лейблы и namespaces, которым мы, например, это будем применять. То есть вот так это выглядит, давайте тоже запустим это все. То есть вот я сейчас запустил, он применил конфиг, но он его еще не применил, потому что на самом деле это тоже такой механизм, он говорит, что будет делать, то есть нам теперь нужно запустить с командой approve, и здесь очень многие на самом деле команды имеют опцию approve для того, чтобы вы случайно там что-то важное не поломали, а увидели, что он предполагает делать. Собственно, он вот как раз сейчас создал этого провода, файдера. Первая часть, то есть он, по сути, включает механизм передачи вот этих токенов через WIDC, а дальше уже, собственно, мы создаем сами роли, ну, сервис аккаунтов, sorry. Здесь я уже создам их сразу с approve'ом. вот он, вот он, кстати, видно, что он building stack, и вот он будет сейчас создавать роли через как раз CloudFormation, и это тоже можно будет увидеть в CloudFormation консоли. Окей, пускай пока создает, мы пойдем дальше. Пока, теперь поговорим о следующем аспекте. То есть мы можем, напомню, создавать новую VPC со всеми подсетями, которые EKS знает, что ему нужны, его конфигурацию, то, как вы настроили через конфиг, или вы можете создавать, то есть у вас есть VPC, вы ее правильно настроили, она супер секьюрная, и вы не хотите создавать новую. Ну, это абсолютно нормальный кейс в продакшене, когда вы добавляете новый EKS сервер, EKS-кластера, например, уходить, чтобы они жили в одной EPC. Просто это разные там workload, разные продукты, например. Вот, и тогда имеет смысл добавлять, но здесь очень важный аспект, что здесь надо серьезно ознакомиться как бы с требованием EKS к сетевой инфраструктуре, потому что ему нужны определенные лейблы на подсетях и так далее. То есть нужно правильно это сконфигурить. Вот. И здесь важно, что вы создаете эти подсети публичные, приватные в рамках сайдера, которые там вот VPC и так далее. То есть их должно быть минимум две подсети в разных АЗ для того, чтобы был гарантирован high-wall ability. Вы должны сами на уровне подсети раутинга прописать, создать над-гитвэй, интернет-гитвэй, настроить раутинг, что из приватных подсети например, есть над-гитвэй, а в публичных есть интернет-гитвэй. Ну, раутинг должен работать. То есть это все аспекты, за которые отвечаете выбором конфигурации сети. Ну и вот, как я уже говорил, нужно правильно затегировать подсети и выставить эти параметры, чтобы КС знал, где что искать. Окей. Ну и вот, как это выглядит, то есть через конфиг файл, как это можно указать. То есть мы ему больше, то есть не просто говорим сайдер, да, мы указываем ему ID, это VPC, то есть existing VPC. Можем указать сайдер, но это, насколько я помню, не важно, но вот самое важное это указать подсети, то есть это перечислить приватные, минимум две или приватные публично, тогда будет написано паблик, и мы пишем их regional ability zone, то есть это ACD в данном случае, и указываем ID-шник подсети и ее сайдер, то есть и вот сайдер подсети, естественно, должны быть частью сайдера VPC. Вот, и при такой нотации мы, указав вот это, вы тогда можете, он не будет создавать новую VPC, а все ресурсы деплоить уже в рамках тех, что вы перечислили здесь. Ну, да, и, кстати, вот, то есть это здесь, то есть важный аспект, это не так давно появилось, что публичные подсети должны иметь property, чтобы был автоассайн паблик IP для них проставлен, то есть если вы создаете новую подсеть, по-моему, он включается, но его можно также отключить, просто здесь в данном случае надо быть уверенным, что паблик IP будет создан, потому что EKS, то есть он опирается на то, что у машины есть паблик IP, он не будет это сам делать за нее, скажем так. Идем дальше, давайте теперь перейдем к части, связанной с продакшен ворклоудами, и на что здесь обращать внимание, то есть прежде всего мы здесь говорим о таких аспектах, как версии системных плагинов, то есть Core DNS, VPC SNA, VPC SNA, это сетевой уровень инфраструктуры, которые используются для интеграции EKS внутрь VPC фреймворка. Как раз поговорим про кублет-конфигурацию, обновление кластера доминоров, ну и security hardening. Как проверить плагины, что они имеют, последнюю версию или ту, которую вы хотите. Вот, собственно, команда, ее можно запустить, но я знаю, что она вернет, поэтому даже не будем запускать, здесь все прозрачно, будет версия 1.6.6, здесь тут есть такой момент, что Core DNS, есть маппинг-табличка в нашей документации по EKS, и вот для всех последних трех поддерживаемых версий, это 16.15.14, дефолтный Core DNS это 1.6.6. Если мы пойдем на GitHub, мы увидим, что последний 1.6.9. Поэтому тут момент такой, что если с апгрейтом даже консоли EKS, вот 1.6, у вас был, наверное, 1.15, стал 1.16, он все равно будет использовать 1.6.6, то, как у него прописано. Если вам нужно 1.6.9, то просто идем по ссылке, там это очень легко все обновляется и обновляем сами. Но нужно это держать в голове. VPC CNI, сетевой плагин, Latest 1.6.3, буквально вчера проверял, то же самое, обновляется довольно просто, там чуть ли не однострочник, и как бы здесь такой момент, что вы создаете новый кластер, он использует Latest, но если вы создавали кластер, не знаю, полгода назад, и там была версия, может, 1.6.0 или там еще что-то, то на текущий момент она уже другая, и он сам по себе ее не обновит. То есть вам нужно тоже за этим следить и периодически обновлять, потому что там выходит много полезных апдейтов. Поговорим про кублет-конфигурацию и почему это важно. Здесь про кублет мы говорим, что когда вы запускаете поды в кубере, как бы кубер-инфраструктура, здесь ничего такого, EKS-специфики нету, но здесь это важно с точки зрения аспекта, что мы можем это сконфигурить в рамках конфигурации для EKS-отеля. Мы можем в рамках ноут-группы вот с использованием вот этого атрибута кублет-текстер-конфиг задать параметры, которые будут использоваться, которые будут зарезервены для системных ресурсов, то есть или для, в общем, кубри, для кубризерс и так далее, то есть и для системных, да, то есть это по цепу и мемори, ну и здесь тоже, это просто разные, скажем так, разные части кубера, да, которые, для них просто разные настройки, какие аспекты, для каких мы выделяем это необходимое минимальное количество цепу и мемори, которая не будет аллоцироваться на ваши обычные поды, ну и также есть hard eviction, если у нас слишком мало памяти осталось, например, вот по мемори, чем 200 этих единиц, то мы тоже будем и виктить поды, да, то есть если почему-то они отъели ненужную штуку. И почему, опять же скажу, почему это важно, потому что если у нас очень высокая нагрузка, я с таким сталкивался, там очень, там базов, которые там особенно каким-то стресс-тестингом пишешь, в кубер из-деплойл, и она просто очень так все оперативно делает, что взяла и просто съела все ресурсы, и в итоге ресурсов не по цепу, не по мемори, ни для вот нашего VPC-CNI плагина, ни для DNS плагина вообще не осталось. То есть они просто сидели и не отвечали, они хотя на нодах есть, но их как бы и нет, и поэтому в этот момент, если ресурсов системным подом не хватает, то нода вываливается из кластеров, потому что не проходит health check, и мы по сути теряем, да, и опять же, это специфика кубера, то, как это работает здесь, не ИКС. Но поэтому надо об этом думать, надо это настраивать, вот как это можно сделать, что рекомендуется. Это вот такое дефолтное значение, их можно подобрать, наверное, самим, если у вас есть больше экспертиз в этом, но то, что в эту сторону стоит посмотреть, это точно. И следующий раздел это апгрейды, это обновление, и из чего это состоит, да, по сути, это состоит из трех основных шагов. Это обновление control plane, это обновление системных плагинов и обновление worker node. И мы сейчас о каждом из них поговорим. и опять же, как и сказал, можно это делать через, тоже все через конфиг. Первая часть это control plane, мы запускаем команду upgrade cluster, и можно указать cluster config, как вы помните, у меня, например, там была версия 1.15, да, вот если открыть, вот здесь, например, 1.15, мы ее меняем на 1.16 и запускаем эту команду по upgrade и читает из конфигурации на уходимой версии апгрейд. Я сейчас этого не буду делать, это, ну, просто, чтобы не терять время, это просто надо запустить и дождаться, ничего в этом страшного нет, это не так все критично. Александр, а это правда работает? Просто вот это обновление версии всегда такая, такой камень преткновения, который, ну, может сломаться в неожиданный момент. Ну, смотрите, то есть тут, как бы, да, работает. Он это читает, можно это указать через параметры командной строки, просто скажет, так, upgrade cluster и так далее, и указать имя cluster, и он тогда просто на latest обновит, но он проверит, что версия последняя от вашей отличается на один минор, то есть он проверяет, что если у вас 14 и 16, он не даст обновить, он, как бы, тогда скажет, так, давай на 15 сначала. Ну, окей. Ну, через config file должно работать, да, да, работает. Да, то есть защита какая-то есть от выстрела в ногу. Да, я на самом деле хотел просто напомнить еще, что у нас осталось 9 минут, и мы хотели бы, на самом деле, вопросы разные, которые есть у наших слушателей или телезрителей, обсудить, и это будет в дискуссионной зоне, вы их пишите, пожалуйста, и после этого доклада мы их, конечно же, обсудим, и не забывайте подключаться к специальной Zoom-комнате. Ссылочка будет в чате. Да, у нас осталось, к сожалению, всего лишь 8 минут. Да, да, на самом деле не так много осталось. Да, я успею закончить, а это Q&A мы в отдельной комнате. Минор работает. Дальше системные поды. Здесь все очень просто. Вот запускаете вот треть команды ksutilsupdate, qproxy, updateavsnot, update.prdns. Опять же повторюсь, что здесь будет он проапгрейдит на версию, которая сопоставим прописанную у него. То есть для 1.16 это будет 1.66. 1.6. ну, супер запустился, работает. Здесь все понятно. И дальше обновление самих node-group. Здесь такой важный аспект, опять же, потому что они иммьютабл, а при изменении версии кубернетис мы меняем базовый образ. То есть он там обновляем необходимые утилиты и так далее. Вот почему их тоже нужно не забывать менять. Это делается буквально тем, что вы идете в конфигурацию и только вы имени меняете, добавляете, не знаю, V2 или там V1.16 и после этого говорите создаем новую группу, указываем конфиг файл и вот вы по сути в конфиге поменяете только имена и он пойдет, он поймет, что это новые имена и создаст их как новый node-группа. После того, как они создались, все норм, дождались этого момента и удаляем. тоже очень все просто, и кс-тел delete и указываем такой очень магический параметр называется only missing. То есть он прочитает ваш конфиг, у вас уже там прописан, например, V2, а ваше текущее название, он их не увидит и он поймет, что нужны. И тогда вот он те, которые не нашел в конфиге, это по сути все, что у вас работали, он запустит процедуру удаления. Это и то, как это будет удаляться и почему это все не страшно, потому что он их закордонит, то есть туда не будет больше новый трафик, он будет перескедлироваться на новый, например, а после этого будет дожидаться, запустить дрейнг подов, то есть они будут постепенно отмирать, а потом будет их виктить по прошествии какого-то времени. Hard timeout, по-моему, 15 минут, если у вас стоит force, то после 15 минут он отрубит, если force не стоит, то он скажет, что не получилось. Тогда это удалите и делайте заново. Для менедж-ноут-группы и вот почему имеет смысл смотреть в их сторону, все еще проще. Вы просто запускаете команду upgrade-ноут-групп, то есть здесь две команды, здесь одна, и он под низом, менедж-ноут-группы делают примерно все то же самое, то есть они подменяют образ, сами смотрят, какой последний и делают путем создания новых ресурсов и только после этого по одной убиванию старых. То есть это то, где плюс менедж-ноут-групп. И аспекты по security-харденингу. По умолчанию опять же скажу, что если мы создаем кластер, почему нужно обращать на это внимание? Они все создаются в публичной подсети, вот почему нужно самим настраивать сетевую инфраструктуру и с одной стороны вроде это не все так страшно и все равно все ограничено, но потенциальный какой-то вектор фред существует, поэтому мы лучше указывать private networking true, как мы говорим, это hardening, и тогда этого всего не будет. То есть просто не нужно использовать дефолты и самим настраивать environment. То есть здесь в принципе все нормально. и два таких аспекта, что сам вот endpoint кубопи, то есть куда мы ходим кубCTL, есть возможность, то есть он доступен по сути в public access, то есть в интернет, но это можно ограничить, то есть можно обновить endpoint, чтобы он был недоступен с интернета, а был доступен только в приватных подсетях и указать, например, если только в VPC он будет работать. А с точки зрения если вам все-таки нужен доступ из интернета, то можно ограничить это на сидры ваших ресурсов, например, и таким образом сделать ну чуть получше, это все более секьюрно. Сейчас, секундочку. То есть как это работает? Ну вот мы запускаем эти команды, но само это выглядит так, что вот это мы указываем кластер endpoint и параметр public, например, false, private, true, и тогда у нас будет только приватный endpoint, а public sider, это, например, ваших подсети офисных или ресурсов, которые вы хотите доступа, это если у вас есть public access, то есть они взаимоисключающие, то есть это работает, имеет смысл только для public access. Окей. Ну и пройдемся, скажем так, по еще функционалу, которым полезно знать, да, так, в принципе, много всего поддержки кастер-теля, о чем я сегодня не рассказывал, это можно делать кастомные амишки, то есть можно самому их подготовить и использовать на группах, подкладывать, cloudwatch, cloudlogs мы включали, вот, кстати, ссылочка, где много разных примеров с ямлами различного рода, и вот тоже просто скажем так, чтобы было перед глазами, то есть вот я уже показываю, как можно override instance name, можно управлять SSH-ключами, если вам нужно все-таки доступ, SSH-доступ на ноды, то есть по умолчанию тоже выключено, но его можно включить, можно здесь указывать, проводить его онлайн, и это все можно, опять же, все, что здесь перечислено, это можно указывать в конфигурации. разные типы C-side-дроверов, это файловые системы, EFS, EBS, FX, encryption, можно encryptить секреты, кого-то, то есть мы указываем ключ к MS, и он их будет encryptить этим ключом, ну, и так же, как я уже говорил, кластер DNS можно override, то есть если нужен только один, то есть параметр просто кластер DNS, а через кибиллеты extraconfig можно указать массив этих параметров, ну и вообще сегодня не затрагивал, это можно отдельно, есть GitOps, поддерживающий язык SCTL, там используется Flux, оператор, и можно строить pipeline deployer на основе GitOps в том числе. И самое из такого супер brand new это поддержка Bottle Rocket Oss, это новая операционка на базе ядра 5.4 Linux, которая это, скажем так, то, куда двигается Amazon с точки зрения операционных систем для EKS, не буду слишком сильно останавливаться, есть пример, как это настроить, поиграться, я пробовал запускать там Nginx, стандартные там web вещи, они запускаются, что это все тот же, это скорее, что это больший уровень security, то есть там по умолчанию нет никаких плагинов, и даже чтобы туда внутрь зайти, нужно это определенным образом включать. ну и в принципе все, мы сегодня рассмотрели как управлять EKS, как делать апгрейд кластера в три команды или в две, ну в три шага или даже в меньше шагов, если мы используем менедж, но он группы, как это все делать через общий конфиг файл, отдельными файлами или общей конфигурацией, если мы хотим это все смержить, и в принципе, ну вот то, где снимает Operational Burden, да, для меня это именно скорее апгрейды, да, потому что вручную это все делать сложно и другим утилитам вообще никак, им нужно много шагов, здесь их всего три, не так много, и это все равно тоже двигается в сторону еще большей автоматизации, как мы видим, например, Managed Note Group. Вот, и да, давайте тогда в отдельной комнате и будем уже там более детально все это обсуждать и смотреть. У нас время не совсем уже все, да, коллеги? Да, у нас осталось две минуты ровно. Одна минута. Все четко. Все четко, окей. Спасибо, Александр, за такие живые демо, в том числе и про обновление кластера, была очень интересная информация. Мне кажется, что вполне логично, что все сейчас перейдут в дискуссионную зону и будут задавать тебе кучу вопросов про работу и КС, и вообще и Амазона, и возможно просто за жизнь, если кому-то захочется. Так что мы ждем всех в Zoom-комнате, ссылочка уже вот там внизу, не та рука, вот там вот внизу ссылочка должна быть на Zoom. Приходите, спрашивайте о Zoom-комнате. Продолжение следует...